Греческий премьер-министр Алексис Ципрос ушел в отставку, не пробыв на этом посту и года. А страна замерла в ожидании досрочных парламентских выборов. По прогнозам специалистов, Ципрос будет переизбран. Но чем вызвано такое решение? Подробнее об этом в нашем следующем материале. Уйти, чтобы вернуться. Именно эту цель, как утверждают политологи, поставил перед собой уже бывший глава греческого правительства. Но не слишком ли рискованно, поддержат ли его? Ципрос пришел к власти под лозунгами отмены мер жесткой экономии, а став премьером, сам их ввел. Его последние решения внесли раскол в правящую партию Сириза. Около трети ее депутатов не поддержали политику своего босса. Самые радикальные даже объявили о намерении покинуть ее и создать новую независимую партию. В итоге правящее большинство превратилось в меньшинство. Эксперты считают, что с помощью досрочных выборов Ципрос хочет убить двух зайцев, получить больше мест в парламенте и освободить партийные списки от несогласных. Депутаты от других партий эти меры осудили. Это неправильно с политической точки зрения и крайне неэтично. Ципрос дождался, когда коллеги по парламенту поддержат его инициативы, а потом решил распустить этот парламент. Вопрос, который он поставил, должен решаться максимум на съезде партии. Но распускать ради этого парламент и объявлять досрочные выборы – это слишком. Афины уже оплатили в счет долга Европейскому Центробанку 3 миллиарда 400 миллионов евро. А ранее депутаты греческого парламента одобрили условия предоставления нового – третьего пакета помощи Евросоюза размером 86 миллиардов евро. В обмен Греция должна сократить расходы и повысить налоги. Таким образом, давление Евросоюза дало свои плоды. Я сделал все, что смог. Моя совесть чиста. Мы работали под огромным давлением со стороны Европы. Я горжусь тем сражением, которое мы дали. Все поставленные цели не достигнуты, но мы смогли добиться наилучшего соглашения из возможных. Теперь свое слово должен сказать греческий народ. Он лучше решит, кто будет вести переговоры о сокращении госдолга и кто осуществит радикальные реформы. Досрочные выборы состоятся 20 сентября. Для греков это будет третье голосование за последние 9 месяцев. Правительство временно возглавило Василики Тану Христофилу, став первой женщиной в истории Греции на этом посту. Что интересно, она позиционирует себя как ярый противник программы финансовой помощи и навязываемых стране реформ. Хотя Цибрас поначалу вел себя так же. Но в итоге он не смог осуществить большую часть своих предвыборных обещаний.